Всем привет, ребят, с вами Костя, и я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые ставили свои лайки под прошлым выпуском Ловли Читеров. Чуть больше, чем за полдня, этот ролик собрал почти что 200 лайков. Я даже не думал, что мы сможем собрать такое большое количество лайков за такой короткий период времени. Так что еще раз хочу сказать вам огромное спасибо. И у меня для вас новое задание. Если под этим роликом собирается 350 лайков, то я моментально выкладываю следующий выпуск Ловли Читеров. Так что ставьте свои лайки, а я пошел ловить читеров. Погнали! Загрузилась у нас демка карта до Инферно. Засаспик у нас играет за сорну КТ, счет 1-4. Ребята, походу, сейчас начнут камбэчить. Что у нас по счету? 5 на 4 и пинг 98. Знаете, на таком пинге очень трудно играть. Очень даже трудно. В принципе, он не лагает, так что хрен его знает. Ладно, что у нас по расположению сил? Три игрока на А-планте УКТ. Два, точнее, уже один игрок на Б-планте. В принципе, могли вдвоем бы поджать и задавить последнего КТшника на Б-планте. Выходит террорист, засаспект по нему не попадает. И уходит у нас, наверное, на зелени. Будет принимать террористов, которые будут выходить у нас на 15. Хотя нет, он сам у нас занимает позицию на 15. И смотрит просто выход с ковров. Не знаю, откуда у него была информация, что на главке нет ни одного террориста. Хрен его знает. Откидывается смог. И теперь он точно знает, что там есть один террорист. И просто моментально его забирает. Возможно, у парня какая-то просто зверская реакция. Не знаю, там, правнук Джей Ви или незаконнорожденный сын Кенниса. Я не знаю. Перетяжка, перетяжка у нас идет под Б-плент. Моментально просто два фрага. И ситуация у нас 2 в 4. Засаспект также перетягивается под Б-плент. Кстати, вот, не знаю, в принципе, откуда была инфа. Но могли просто тиммейты дать ему инфу. Потому что вроде как можно было услышать противников, которые бежали на банан и просто дали инфу. И сказали, типа, чуваки, это будет Б-плент. Да и, в принципе, еще и время поджимает. Ну и тут тиммейты Засаспекта должны забирать. Всегда его забирают. И Засаспект моментально убивает своего последнего врага. Отчасти странновато вот эти вот все его минусы. Ну, хрен его знает. Давайте вот просто посмотрим сейчас раунд без замедления. Занимает у нас позицию в песках. И будет смотреть у нас выход на двадцатку. На двадцатку сейчас, наверное, кто-нибудь-то выйдет. Да. Выходит у нас два терра на главку. Моментально забирает своего противника. И почему он не смотрит двадцатку? Есть тип на главке. Он там убил твоего тиммейта. Почему ты не смотришь двадцатку, чувак? Я просто не могу понять его логику. Сделал типа килл и больше никто не выйдет. Окей, попали по голове. Промазал. Отпустил ковры. Только типы оттуда ушли. И он больше не чекает эту позицию. И сам у нас идет поджимать. Нет, знаете, это как-то странно все выглядит. То есть как-то вот, ну, не похоже на обычную игру. Обычного игрока, даже пускай какого-то среднего уровня. Ну, серьезно, что-то тут, скорее всего, у него есть. Но он, не знаю, может быть просто парень хорошо умеет не палиться. Может быть, я заря на него наговариваю. Хотя вот, вот... Нет, нет. Вот, вот, вот это было очень странно. Очень. Хотя какой странный. Это палевно было. Серьезно. Просто через стену навелся на модельку своих противников. Вышел. Вот, опять же, информации нету. Могли террористы быть на втором меду. Могли на меду где-то сидеть. Информации вообще никакой не было. То есть он в одиночку пошел на мид. Просто знал то, что там никого нету. И пошел просто поджимать всех терров, которые заняли банан. Опять же, повторяюсь, информации вообще никакой не было. То есть я не знаю, откуда у него такая вот просто сверхуверенность в себе. Не знаю, может быть ему полчаса назад дала его любимая женщина. Или что-то типа того. А может быть это все спайс. Просто моментально забирает своего противника. Ситуация у нас 4 в 2. Не, знаете, это просто очень сильно похоже на ВХ. Просто жесть как похоже. Опять же, занимает у нас банан террористы. И этот аспект у нас перетягивается под В. Через смок нашивает противника, которого он даже вроде как не видел. Нет, 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 ну... Чувак, ты серьезно просто прицел на своем противнике и пытаешься его нашить? Ты серьезно, да? Вот, окей, вот этого он заметил. Ой, жесть, ой, жесть. Что творит? Что он делает? Ну хотя терры тут, в принципе, тоже не камильфо как-то играют. В принципе, могли уже давным-давно перетянуться на плент А. Вроде даже информация, информация даже есть в том, что на Б 3 игрока диффенса. И почему они не ушли, не знаю. Ну заходите в Б-плент, господи, что вы делаете, ребята? Алло! Алло! Боже мой! Саспект нас ловит флешку, сидит в полном бланде. Открывается и убивает своего противника. Окей. Да, в саймом у него точно просто все на высшем уровне. Скрим отрубает себе ногу. После вот на префе. Окей, на префайр и вышел. Молодец, парень. Просто... Постоял у нас АФК, возможно, что-нибудь подрубил. Типа там салент АИМ, какой-нибудь триггер. Не знаю, что еще. Какой-нибудь валхак, спидхак. Может быть, он еще по карте летать начнет, я не знаю. Окей, ладно. Постоял так постоял, забьем на это все дело. Есть опенфраг. Ребята, заходите на главку. Давайте, ну. Господи, что они делают? Почему они так долго это все... Дали опенфраг. Заходите фастом на главку. Не знаю, проходите через зелень. Откидывайте там самоки на хелпу. И все. Не попал. Опять не попал. Есть инфа теперь, где сидит The Suspect. Наверное, он недолго тут еще будет жить. Возможно, скоро отправится в спектаторы. Топает тип Сниту. The Suspect его слышит. Не, ну тут это все... Вау. Прев, ничего себе. Хорош. Нормальный прев. Не буду к этому придираться, потому что, ну... Окей. А вот это было странновато. То есть, навелся на модельку противника и шмальнул через стену. Окей. Молодец, парень. Придешь к успеху... И чувак в зелени просто приходит и убивает его в спину. Ладно, 5-5. 11-й раунд. The Suspect нас с кольтом. Купил еще себе первый армор. Хотя у всех его тиммейтов вроде как... Ну, хотя тут полузакуп у всех на последние деньги, какие были. Есть опенфраг под B плентом. Ну, вот теперь-то хотя бы они не тупят и фастом, наверное, выйдут на плент B. На который уже перетянулся еще один игрок диффенс. Или они просто втроем принимали B плент. Ну, да ладно. The Suspect у нас в спине. Если он сейчас вообще ни черта не будет... Нет, это ВХ. Серьезно, это ВХ. То есть парень просто заходит в спину своим противникам и даже ни черта не чекает. Прифаер. Отлично. Жесть. Смок? Зачем, чувак? Ты через смок еще пойдешь? Ты серьезно? Смок он сколько? Вроде 15 секунд. Держится. Держится. Потом проходит. Ловит тайминг. Видел того типа. Не попадает. Еще один преф. Думал то, что на него выйдут. Ой-ой-ой-ой-ой. Как все опасно и страшно. Господи. И конечно же не купил диффуза. Жесть вообще. Ребята, если вы думаете, что это просто какой-то бустер играет против сильверов, то я вам скажу, нихрена. Не, это ВХ, серьезно. Это точно ВХ. Парень уже все. Во все тяжкие пустился с этим делом. В общем, на чем я остановился. Это нифига не бустер. Это не глобал против сильверов. Потому что как он убивает своих противников, так и противники убивают его. То есть играют практически на равных. Можно даже просто посмотреть по таблице. Ну, 19 на 7. Не, он просто бустит. Серьезно. От 5 на 10, 5 на 11, 4 на 9 и 20 на 7. Это, это серьезно. Это просто обычный буст. Хотя, хрен его знает. Может быть, просто у двух, даже трех типов в тиме не прет сегодня. Такое маловероятно. Это просто обычный буст и все с читами. Просто обычный буст. Если бы он просто бы хотя бы давал инфу своим тиммейтам. Есть такие ребята, которые за деньги в пати бустят. Врубают в хаи. Просто тупо дают инфу своим тиммейтам. Сами не делают никаких-то префайеров. Не поджимают. Там какие-то ужасные тайминги. Не ловят. Просто дают тиммейтам инфу. Если бы он так же бы играл, то... Возможно, его бы даже и не забанили. Нет, ну пинг сотка. Это серьезно. Это что такое вообще? Просто префайеры с пингом стоят. Это... С ума просто можно сойти. Я не знаю. Он даже ни одного эко не сделал. Он в каждом раунде постоянно закупается. Хотя счет 7-5. То есть про какой-то там буст против сильверов, наверное, вообще никаких вопросов не должно быть. То есть он просто играет на звание, таком же, как и у его противников. Парень просто знает то, что... Вот опять же, откуда у него... Нет, ну серьезно. Это просто какой-то бред. Это просто бред. И на этом у нас заканчивается демка. Окей, переговоры патруля. Помощь в прицеливании недостаточно. Гейб? Иди нахер. Недостаточно доказательства. Помощь в обнаружении. Много-много вот странных палевных моментов. Плюс еще и пинг сотка, на котором практически невозможно вот такой вот вешать и давать префайеры. Ну, это серьезно. Это ВХ. Вот просто было видно по его игре. Не то, что... Даже не то, что он давал какие-то жесткие префайеры с пингом. Просто смотря только на одну лишь его игру. Все вот эти вот тайминговые поджимы. Как он жестко ловит тайминги. Как он просто читает игру своих оппонентов. Это серьезно. Это ВХ. Так что, я думаю, у вас не возникло никаких вопросов. Но если же у вас все-таки есть какие-то вопросы, то можете отписать в комментарии. Я, конечно же, почитаю и, возможно, что-то для себя открою. И в следующий раз буду намного внимательнее. Ладно, едем дальше. Другие вспомогательные средства у него тоже нет. И неподобающего поведения у него, конечно же, тоже не было опубликованным. Наш вердикт. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Костя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И помните, 350 лайков и новый выпуск. Давайте, ребят, поднажмите. Я знаю, мы с вами сможем набрать 350 лайков. Это возможно. Я вас верю. Также не забывайте смотреть прошлые выпуски. И всем удачи. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok